Этого события в Рыбинске ждали два года. В воскресенье здесь прошли выборы главы городского округа. В борьбе участвовали семь кандидатов. Напомним, в предварительном народном голосовании победу одержал Денис Добряков. За кого отдали голоса рыбинцы в день выборов, узнал Владимир Балонкин. Свой голос за кандидата на пост главы города на выборах отдали 58,5 тысяч рыбинцев, что составило около трети от общего числа. Этот показатель в избиркомах назвали достаточно высоким. Именно этим выбором рыбинцы придают особое значение. Ведь для того, кто займет кресло главы, во многом будет зависеть стабильность развития второго повеличения города области. По мнению пришедших избирателей, самое главное, чтобы в городе продолжалось благоустройство и велось оно планомерно. Чтобы настоящий, честный хозяйственник был. Дай бог нам такого. На выборах главы Рыбинска специалисты отметили особую активность молодежи. 18% от голосовавших составили избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. Не только пенсионеры должны как-то думать об этом, кто будет там главой города и так далее. То есть для нас это тоже немаловажно. Это решение народа все-таки сделать выбор и проголосовать за того человека, который принесет только нашему городу лучшее. Многочисленные наблюдатели, среди которых были представители Москвы и Санкт-Петербурга, признали эти выборы в Рыбинске успешными и каких-либо серьезных нарушений в их проведении не отметили. Избирательная кампания прошла, я считаю, благополучно. Если оценивать по пятибалльной шкале, то, наверное, можно поставить твердую четверку. Как сообщили сегодня в областном избиркоме, в настоящее время участковые избирательные комиссии завершили свою работу. Собраны все копии протоколов. Сейчас все данные по результатам голосования находятся в государственной автоматизированной системе выборы. Победителем стал Денис Добряков, кандидат от партии «Единая Россия», который накануне выборов выиграл и в народном голосовании. В это воскресенье он получил 48% голосов избирателей. У его ближайшего преследователя Владимира Денисова 33,4%. За Дениса Валерьевича проголосовало 48% рыбинцев. И они проголосовали за ту идею, которую он себе несет. Это порядок, это конец без власти, а город Рыбинск два года находился без легитимного мэра. Это те программы, которые он с собой несет. По словам Дениса Добрякова, сначала нужно стабилизировать политическую ситуацию в Рыбинске, ликвидировать конфликт между исполнительной и законодательной властью, затем решать финансовые проблемы. У нас тяжелейшая финансовая ситуация, которую надо исправлять. И надо исправлять немедленно сейчас. То есть надо начинать работать с вышестоящим бюджетом, с вышестоящей властью, доказывать интересы города Рыбинска. Надо уметь работать экономно на тех ресурсах, которые у нас есть. Официальные итоги голосования за кандидатов на пост главы Рыбинска, как сказали в областном избиркоме, объявят в ближайшие дни. Завтра состоится заседание ВОК, организующей выборы главы города Рыбинска. Будут подведены официальные итоги голосования. В среду эти итоги будут опубликованы, то есть им будет придан официальный статус. В четверг планируется зарегистрировать избранного главу города Рыбинска. И в пятницу он сможет приступить к работе. Владимир Волонкин, Сергей Загоскин, Николай Лебедев, Вести, Ярославль.